Приветствую вас. Начать мне хотелось бы с того, что вы немного себя обманываете. Ну, я не говорю, что вы делаете это специально, я говорю, что вы это делаете неосознанно, я говорю, что вы делаете это по ряду причин, то есть вы делаете это по тому, что вы своего молодого человека не простили. И я сейчас объясню почему. Ну, во-первых, давайте начнем с того, что определим. Разница между вращением, по-вашему, и не возможности забыть. То есть что такое прощение для вас? Как вы его понимаете? И как вы себе представляете, что вы можете это забыть? Я вам сейчас скажу такую вещь, что забыть молодого человека, вот то, что произошло, да, забыть. Можно только через гипноз. Но даже в этом случае у вас будут чувства. То есть вы все равно будете чувствовать себя, ну, некомфортно как-то, неприятно как-то и так далее. То есть забыть нельзя, как сказал мой коллега. Да, изменить отношения – это очень здорово, но для того, чтобы изменить отношения, нужны средства. Вам нужны средства. Вам нужны средства для того, чтобы изменить отношения к тому, что произошло. Это первое. Второе. Прощение как таковое – это принятие. То есть это принятие человека, человека, принятие его личности, его выбора, его позиции. Понимаете? Это именно, это именно, именно принятие. У вас принятие не прошло, потому что вы говорите о том, что вам кажется, что он может получить удовольствие с любой. Да, то есть дело не только в вас, как бы, вы говорите. И я не спорю с вами. Может быть, он и склонен получать удовольствие со всеми. Может быть, он склонен получать удовольствие с другими женщинами. Я не знаю. Может быть. Но если это ваш муж, если это ваш муж, то, на мой взгляд, на мой взгляд, его нужно принять. По факту. По факту, человека нужно принять. И сделать это можно только через изменение восприятия себя. Ни мужа, ни его поступка. Восприятие себя. То есть, а. Определить, как вы восприняли его измену, что она для вас значит. И. Б. Как вы восприняли себя и воспринимаете себя. И, наконец, В. Это, понимаете ли вы, почему вам муж изменил. То есть, такое ощущение, что вы обращаете внимание только на следствие. То есть, измена мужа – это следствие. Это не причина. Да, он поступил не очень хорошо. Да, он поступил не очень здорово. Да, он ошибся. Но. Он молод. И вы его приняли. Ну, вроде как, вы обнимаете его там и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Значит, в чем здесь дело. Дело в том, что вы воспринимаете его поступок, как, ну, например, как, допустим, личное оскорбление себя, да? То есть, вы считаете, что мужчина, да, вот он вам изменил, да? И вы считаете, что всё дело в вас. То есть, он изменил, потому что вы плоха. Да, он изменил, и всё, и теперь, теперь вы, эм, ну, не единственная для него, да? Вы теперь для него ещё одна. Вы теперь, эээ, как будто бы обесцененный. Знаете, в чем момент? То есть, момент в том, что вы взяли, грубо говоря, и себя обесценили. И вот именно это, то, что вы обесценили, обесценили себя, и является основной проблемой. То есть, это проблема ревности. Это проблема уверенности в себе. Обязательно. Это проблема уверенности в себе, потому что, эээ, ну, вот, если вы, эээ, говорите о том, что вы чувствуете, да? Чувствуете вы, что, эээ, он может, ну, не только с вами получать удовольствие, да? Он может, эээ, получать удовольствие с кем угодно. Это значит, что вы не чувствуете своей индивидуальности. Это значит, что, эээ, вы не чувствуете своей уникальности. Это значит, что вы, эээ, не цените сами, ээээ, сами себя. Понимаете? То есть, вы не принимаете себя. Вы, эээ, возможно, я не говорю, что это так, но вы, возможно, не принимаете до конца мужчину. Вот. То есть, ну, вероятно, вероятно, что вы не принимаете до конца мужчину. Так мне, эээ, по крайней мере, показалось. Вот. И из-за этого есть проблемы. Понимаете? Какая история. То есть, вам здесь нужно, эээ, разгрузить свою зону ответственности, скажем так, просто разгрузить её. Я не ответственный за то, что муж мне изменил. Но я имею отношение к тому, что это произошло. Я имею отношение к тому, что получилась ситуация, эээ, из которой для него было выходом, выходом мне изменить. Вот. Такая постановка вопроса позволит вам, ну, по-другому смотреть на измену мужа. То есть, сейчас вы смотрите на измену мужа, как на что-то, обесценивающее вас. Сейчас вы смотрите на измену мужа, как на что-то, что вредит вам. Потому что задевают, эээ, те моменты в вас, которые являются болезненными для вас же. И, собственно говоря, именно поэтому вы так, эээ, тяжело воспринимаете то, что происходит сейчас. Именно поэтому вы сомневаетесь в себе. Вот. Поэтому, поэтому, тут не забывать нужно то, что он изменил. А тут нужно изменить отношение к себе, сделать его более ценностным. И, может быть, поработать с вашими страхами, с желаниями, чтобы вы как-то, ну, постарались более адекватно свои желания реализовывать, да. То вы как-то, вот, эээ, менее-менее зависели от, эээ, ну, от другого человека, от мнения другого человека, например. Ну, вот. И, собственно, возможно, с вашим нежеланием оставаться в одиночестве. То есть, вы боитесь, боитесь. Короче, всё, что касается ревности, грубо говоря. Вот. Это важно. Вот всё, что касается ревности, это важно. Понимаете? То есть, вы, вам не стоит, эээ, бояться того, что мужчина вам, например, может изменить ещё раз. Потому что, если он это сделает, то это говорит о том, что, а, либо он вас не любит, б, либо он по-другому любить просто не умеет. То есть, по, по факту с этим, эээ, опять же, именно вы поделать ничего не можете. И, либо вы принимаете мужчину такого, какой он есть, вот такого, и не принимаете на свой счёт то, что он делает. Либо вы не принимаете и говорите, нет, дорогой, прости, я не могу принять то, что ты мне изменил. То есть, нет, я на тебя, как бы, зла не держу, но, эээ, тем не менее, эээ, тем не менее, я не могу с тобой вовсе находиться. Потому что я считаю, что, ну, как бы ты изменил, да, доверия между нами больше не может быть. Вот. Это, опять же, ваш выбор. Но, смотрите, какая получается история. Эээ, вы говорите о том, что, эээ, мужчина, да, вас любит. Но вы не говорите о том, что вы любите его. Вы не говорите о том, что именно вы его любите. Вы не говорите о том, что у вас есть в нему чувство. И это несколько странно. Т.е. может быть, эээ, вся торкость в том, или проблема может быть вся в том, что, из-за вашего, вашего страха, из-за вашей неуверенности в себе... А может быть из-за нежелания решать проблему, потому что проблема-то она ведь осталась, да, то есть, ну вот, изначальная проблема, из-за которой вы, собственно говоря, и оказались в этой ситуации. Проблему-то вы не разрешили, то есть, да, мужчина вас любит, да, мужчина сейчас по вам скучает, да, это так, но дальше-то что, ведь по сути это мало что меняет, потому что вы, даже если вы сойдетесь, то проблема, она останется, проблема, она все равно будет, понимаете, какая история. Поэтому здесь нужно обязательно вот исходить из этого, то есть, как вы воспринимаете мужчину, да, как вы воспринимаете своего мужа, готовы ли вы с ним решать проблемы, да, и, собственно, готовы ли вы сами заниматься личностным родством и становиться более зрелой личностью. Потому что 20 лет, это довольно такой, ну, как бы, небольшой возраст крайне для семьи. То есть, вы еще сами, да, не, ну, недостаточно окрепли как личность, чтобы создавать семью, чтобы быть женой, допустим. То есть, это возможно, конечно, но для этого требуются ресурсы. А вы, по всему, ну, вот, по наличию у вас проблем, вы оказались к этому не готовы. И, соответственно, либо вы работаете над проблемами, может быть, даже, может быть, даже вместе с мужем у семейного, например, психолога, да, вот. А, либо вы просто-напросто с ним расстаетесь. Потому что сама по себе эта ситуация, да, она вас, как бы, ну, вряд ли отпустит. То есть, если, вот, если только вы не увидите, что именно вызывает у вас это чувство, и не отделите свое чувство, то есть, вот, то, что чувствую я, от того, что сделал человек, то есть, грубо говоря, мне изменили, я чувствую злость, да, или, вот, вы говорите, «Меня не покоряет ощущение, что он получает удовольствие именно за мной». Ну, это не очень, не очень логичное и понятное по смыслу предложение. Кажется, что ему было бы так же хорошо, если бы на моем месте был кто-то другой. То есть, вот, что вас напрягает, что вы еще одна, что вы не уникальны, что вы, по сути, безлики, безлики. Вас обесценили, вы чувствуете себя обесцененной, и это ваше личное ощущение. То есть, есть, конечно, оскорбление, которое нанес вам муж, изменив вам, это безусловно, но, помимо этого, есть еще и ваши ощущения обесцениваются. Потому что, если бы, если бы вы были бы уверены в себе, что, ну, изменил он, изменил, ну, ему там что-то, и он даже захотел так поступить, да, и поступил. То есть, я о себе, как бы, хуже, хуже из-за этого думать не буду. Понимаете? А вы-то стали думать о себе хуже? И, значит, это было в вас всегда, то, что вы думаете о себе таким образом. Ну, я не знаю, может быть, вы, там, считаете, допустим, что вы недостойны, что вы, там, плохая, что вы не дотягиваете и так далее. То есть, это вот такой момент. И в этом случае вам нужно уже работать над тем, что вообще заставило вас задуматься о браке. То есть, как пришла мысль заключить брак, вступить в брак, стать женой в вашем возрасте? Ну, хорошо, вы любите мужчину. Я понимаю, вы его любите. Да. Но то, что вы его любите, совершенно не означает, как бы, наличие брака. Тем более, в вашем возрасте вам 20, мужчине 22. Значит, вы преследовали какую-то цель. Вы хотели чего-то, ну, от брака. И, соответственно, вы вкладывали некие ожидания в этот брак. И, соответственно, если вы вкладывали некие ожидания в брак, то получается, что проблемы у вас могли быть как раз из-за того, что эти ожидания не оправдались. А ожидания, это по факту, ваши, то есть, ответственность за свои желания, ответственность за свои ожидания несете только вы, не мужчина. Мужчина дает вам то, что он может. А вы либо принимаете это, либо нет. И в вашем случае получается такая ситуация, что вы, судя по всему, это принять не готовы. То, что он вам дает, вам нужно больше. Вопрос в том, что нужно больше. Вопрос в том, что вы можете сделать для того, чтобы это получить. Не от мужа, не от кого-то еще, а в себе. Все в вас есть, все в себе, понимаете. Если, например, вы чувствуете, что вы неценны, да, и семья, грубо говоря, вам нужна для того, чтобы, значит, почувствовать себя ценной, нужной, важной. Ага. То это значит, что бедные, и вы себя таково не считаете. А значит, по вашему мнению, есть основания считать, что без чего-то вы неценны. А это значит, что вы принимаете себя условно, а это значит, что так же вы принимаете и других людей. Я, конечно, могу это, могу к этому прибавить то, что вы не сказали, что вы его любите. Вот. И могу прибавить то, что вы простили его из-за того, что он вам нужен. Но это нужно выяснять. Это нужно уточнять. Понятно? То есть, чтобы избавиться именно от этого чувства, нужно, чтобы в вашем эмоциональном потоке, да, отсутствовал человек. То есть, не нужно, чтобы вы вот говорили, кажется, что ему было бы хорошо, если бы на моем месте было бы кто-то другой. Нет. Вы говорите так, что мне кажется, что я просто еще одна не представляю никакой ценности для человека и для себя тоже. Потому что ведь, в первую очередь, человек видит свою собственную ценность сам, и потом уже ее видят другие. А это вопрос ваших детско-родительских отношений, которые сформировали ваше восприятие самой себя. И, соответственно, если работать серьезно и избавляться от чувства серьезно, чтобы не разрушать, например, ваш брак, то в этом случае, в этом случае, я думаю, обязательно нужно поработать и с детско-родительскими отношениями, и с тем, что вы о себе думаете, с вашими представлениями о себе, с моделью женского поведения, с моделью социального поведения, с вашим мотивационным полем, например, в контексте заключения брака в 20 лет и так далее. Ну и, естественно, сама ситуация, которая привела по итогу к измене, тоже нуждается в разборе. Таким образом, я бы сказал, что вначале нужно к психологу вам обратиться и поработать с ним, а потом, может быть, обратиться к мужу, либо вам вдвоем. Сколько требуется консультации вам, я не скажу, потому что зависит от серьезности проблемы. Ну, с учетом того, что вам 20 лет, я не думаю, что очень много. Вот, то есть, вам не 30 и не 40, поэтому я полагаю, что справиться с этим можно достаточно быстро при вашем желании и готовности работать. Вот. Ну, а, соответственно, с мужем там тоже зависит от его настроя и от степени серьезности проблемы. Единственное, что хочу предупредить, что в результате работы вы можете потерять заинтересованность как в муже, так и в самом браке. Вот. Ну, это связано с тем, что вы будете чувствовать себя более свободной, и то, для чего вам сейчас нужен брак, перестанет быть для вас актуальным. На этом все, я надеюсь, что помог вам, если у вас остались дополнительные вопросы. Пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго. Продолжение следует... Продолжение следует...